Привет! В ходе этого урока мы с вами научимся работать с HTML-таблицами. Но сперва я бы хотел порекомендовать вам сайт itproker.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Для работы с HTML-таблицами существует специальный тег, который так и называется как table, то бишь таблица. Давайте мы его как раз с вами и пропишем. Внутри этого тега мы можем прописывать различные столбцы, а также ряды, тем самым формируя саму таблицу. Внутри таблицы может быть шапка, может быть основная часть и может быть футер. И чтобы, например, описать шапку, мы можем создать еще дополнительный тег, который называется t-head. Дальше для описания футера мы можем использовать такой тег, который называется как t-foot. Соответственно, давайте его тоже создадим. И для описания основной части самой таблицы можно использовать такой тег, как t-body. Если вы все эти теги не будете использовать, абсолютно не будет никакой проблемы. В то же время, если вы их будете использовать, то это как бы более корректно. Для описания какого-либо ряда используется такой тег, который называется как tier, или же table row. Его можно использовать в любом из тегов, t-head, t-body или же t-foot. Кстати, опять же, если бы вы не использовали t-foot, t-body, вот эти вот все теги, то можно было бы просто данный тег прописать внутри тега table. Это также было бы нормально, то есть вы просто бы создали один определенный ряд. Но мы давайте уже будем вместе с t-head, вместе со всеми этими тегами это прописывать. Далее, внутри какого-либо ряда мы можем создать n-ное количество столбцов, n-ное количество вот этих вот ячеек. И чтобы создать, например, первый столбец именно в теге t-head, мы можем использовать такой тег, который называется th. Он расшифровывается как table heading, ну или table header. То есть это как бы заголовок какого-либо определенного столбца. И здесь мы давайте, например, напишем с вами имя, это будет наш первый столбец, а второй столбец, в нем будет написана, например, фамилия. Сохраним это все, обновим. И теперь мы с вами можем заметить, что вот это имя и фамилия, они выделяются именно жирным шрифтом. И жирный шрифт обеспечивает как раз вот этот вот тег th. Если мы хотим с вами теперь внутри других рядов прописать дополнительно вот эти вот столбики, то здесь нужно использовать уже не th, а нужно использовать такой тег как td. Мы используем именно td просто по той причине, что мне не нужно, чтобы вот этот вот текст, он здесь был жирным. Мне нужно, чтобы это был обычный как бы текст, поэтому здесь используем именно вот такой вот тег. Ну и в таком случае можно заметить, что у нас теперь как бы есть заголовки, имя, фамилия. И здесь у нас есть первый ряд, в котором написано там джон и написано еще, например, дейл. Ну и вот таких вот рядов мы можем создать здесь сколько угодно. Я давайте вот создам, например, 4 ряда. Здесь просто будет, например, джон 2, джон 3, ну и, например, джон 4, да. Сохраним это все. И вот у нас получается наша табличка. Кстати, заголовки, они еще и, ну, они еще как бы по центру располагаются, да, в отличие от остального текста. Ну и вот мы замечаем, что у нас есть как бы 4 ряда и есть просто, по сути, 4 записи. И точно такие же ряды мы можем еще создавать в футере. Здесь тоже используется тег TD. Ну и здесь мы, например, давайте с вами укажем что-то в духе last. И здесь еще один просто создадим столбик. И здесь будет написано, например, one, то есть last one. Ну и вот у нас этот футер, он как бы ничем, по сути, не отличается от обычного ряда, да. То есть тут никаких новых стилей не добавляется. К самой табличке мы можем добавить различные атрибуты. Например, я могу указать атрибут border. И здесь я себе укажу, например, значение 1, то в таком случае у нас будет создана вот такая вот обводка, у которой линия будет размером с 1 пиксель. Я могу указать 10 и линия будет, видите, она 10 здесь аж пикселей. Но это не особо выглядит, поэтому я давайте лучше оставлю как 1. Дополнительно можно указать, какая будет ширина у самой таблички. То есть я могу здесь указать width и могу сказать, что она там будет, например, 500 пикселей. Сохраняем. И вот наша теперь так табличка выглядит. Кроме того, мы можем указать еще align, здесь такой атрибут. И в этом, ну вернее, даже align лучше не тут указывать, а лучше мы его укажем с вами для какого-либо определенного тега, например, tbody. И здесь я просто указываю этот атрибут и, например, скажу, что пускай у нас все будет находиться идеально по центру. В таком случае, видите, весь этот текст, он также здесь отцентрировался. Здесь для таблиц на самом деле существует еще много различных атрибутов. Но, честно говоря, я не советую вам даже их изучать просто по той причине, что все эти атрибуты можно прописывать через CSS. То есть вы можете добавлять различные стили к этой таблице и не прописывать атрибуты, а просто прописывать стили через язык CSS. И это считается более корректным способом написания вот этих вот всех свойств. Поэтому я предлагаю не изучать дополнительные атрибуты, просто не захламлять себе память ненужной лишней информацией. Мы изучили буквально вот те атрибуты, которые, ну, я действительно, бывает, использую. Это, например, border, width, align. Конечно, их тут существует намного больше, но я, опять же, не хочу просто давать слишком много информации, потому что иначе вы попросту сможете в ней заблудиться. Всю остальную информацию, вернее, все остальные свойства можно уже добавлять через CSS. Поэтому мы здесь их дополнительно с вами изучать и не будем. Ну и по факту вот так и создаются вот эти вот таблички. Здесь все очень просто. Создаете tag table. Внутри него можете прописывать t-head, t-body и t-foot, а можете их и не прописывать. Ну и вне зависимости от того, прописываете ли вы t-head и вот эти вот прочие-прочие теги, вы всегда создаете ряд при помощи такого тега, как tr, а внутри самих рядов создаете столбцы. И каждый столбец, он создается, если это шапка, то при помощи th, а если это обычный столбец, то при помощи такого тега, как td. Ну и в таком формате вы можете создавать какие угодно таблицы. Вы можете создать таблицу, у которой будет там 20 рядов и в каждом ряде будет там, например, по 50, допустим, там даже столбиков, да. То есть это уже лишь на ваше усмотрение. Ну что же, на этом наш урок подходит к концу. Так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также переходите на сайт itproger.com. Все ссылки будут в описании к этому видео. До скорых встреч. Пока.